Ну, давайте о мусоре. Вы знаете, тогда я начну с себя. В первую мою поездку в Германию, это было очень давно, еще в начале 90-х, я встретился с тем, что я шел выбрасывать мусор, а передо мной стояло три таких контейнера разноцветных, на которых, в общем, не было написано, естественно, по-русски, что куда надо класть, а были маленькие дырочки. Это были контейнеры для пластиковой, стеклянной тары и для картона. По-моему, это было так. Я встретился с каким-то таким странным желанием внутри себя кинуть все в один. Ну, дескать, немчура, обнаглела. Они еще меня учить будут, куда мне что класть. Я мусор принес, в конце концов. Но победило, так сказать, вот какое-то желание понять. Это я такой один идиот или, так сказать, в общем, здесь живут люди какими-то другими законами. И я отошел со своим пакетиком с мусором в сторону и увидел, как пацан, ребенок фактически, подбежав к этой самой батарее из этих контейнеров, очень лихо в одну кинул, значит, пластмассовую бутылку в другую, значит, и все, и убежал. То есть для него это не было проблемой. А для меня, высокоинтеллектуального советского, значит, гражданина, тогда еще советского взрослого, так сказать, человека, даже выбросить мусор была проблема. Вот, понимаете, когда мы говорим о мусоре вот в каком-то таком глобальном виде, то, конечно, надо вообще-то понимать, что с завтрашнего дня, если будет указ президента, если у каждого мусорного бачка мы поставим человека с ружом там и так далее, так далее, мусор никуда не денется. Потому что мусор, он, как говорил профессор Преображенский, разруха, она в головах. А у меня есть ощущение, что мусор у нас не вокруг, мусор у нас в головах. Вот, извините уж, еще одно воспоминание. В тех же 90-х годах, еще в ранге депутата Верховного Совета, я ездил в Нижний Тагил на завод этот знаменитый, Нижний Тагильский. И меня потрясло, знаете что? Это площадь перед этим самым заводом, а вернее не площадь, а пространство, поле, сродни Прохоровского поля, которое все знают по известным танковым сражениям. Так вот, все это поле было заставлено танками. Танками с высоко поднятыми, значит, пушками, чтобы можно было поближе поставить буквально там, условно говоря, бампер в бампер. Их были сотни этих танков. И там, где-то далеко, я видел, что все небо было озарено огромным количеством вспышек таких. Было очевидно, что работают автогены, резаки и так далее. Я подошел туда и увидел, как отрезают пушки, разрезают какие-то части, которые можно было, по всей видимости, снять. Я спросил у этих людей, что вы делаете? Он говорит, ну что, режем, готовим к переплавке. А я спросил, скажите, это старые танки? Да что вы, они километров по 20-30 прошли. Вон, смотрите, мы же снимаем предварительно оттуда всю электронику. И вот оттуда мы снимаем еще и, естественно, те самые счетчики километража. Вот поглядите, и они показывают. Танки, прошедшие 20-30 километров, они привезены были туда, чтобы их каким-то образом расформировать и переплавить. Эти танки были мусором. Вот мне, как инженеру, было это крайне больно, потому что я же понимал, что это сгусток инженерной мысли, рабочей мысли, а еще тысячи киловатт свет энергии. Это огромное количество всего того, что потребовалось для того, чтобы добыть уголь, потом переплавить там руду и так далее, и так далее, и так далее. То есть танк – это огромное количество человеческого сознания, времени, потраченное на мусор. Вспомните другую историю, как наш замечательный президент ездил на том ведре с гайками, которое называется машиной, которую производят в Тольятти на заводе автомобильном. Для того, чтобы проехать 10 километров, было выделено аж три автомобиля. На отъем ехал президент, вторая ехала сзади, она была запасной, а третья запасная ехала на эвакуаторе, потому что эти машины – изначально мусор, а мы продолжаем их делать. Целый завод, целый город живет за то, что он делает мусор. Вот понимаете, мы все о мусоре, думая, что мусор – это вот там, где-то вот в этих огромных кучах, конечно, это проблема, это проблема экологическая, но мусор – это проблема прежде всего интеллектуальная и нравственная. Это проблема нашей страны. Мусора у нас в головах полно, поэтому мы производим мусор, а не то, что нужно нам всем.